Салют, друзья! Микрофон Олег Гром, он же Метатрон. И вы видите на ваших экранах мультиметр WM200M от компании WENLAB. Простой, незамысловатый, наверняка подобного типа мультиметры вы уже имеете в своем распоряжении, тогда, возможно, это вам не понадобится. Из необычного могу сказать, что здесь имеется подсветка, что встречается не всегда в классических восьмерках, и True RMS, ну и, собственно, да больше и ничего. Начнем, наверное, с комплектации. Идет инструкция, причем инструкция на европейских языках, немецкий, французский, испанский, итальянский, а в английском забудьте. Ну, нам-то, в принципе, что надо? Нам надо просто взглянуть на ТТХ. Вот вы их сейчас видите перед собой. 2000 отчетов, где чего, какие погрешности, какие, где, где погрешности. А больше, наверное, интересного тут ничего и нет. Есть ли здесь автоотключение? Я вот что-то не помню, в инструкции был такой или нет. Было или нет. Ну, освещение, да, то есть подсветка, она отключается автоматически. А выключается ли он сам автоматически? Не знаю. Вот уж не знаю. Ну, да и ладно, это не суть важна. Все равно придется всем этим щелкать. Обычная коробка, ничего, ничего лишнего. Я бы сказал даже, что она невзрачная. Прозрачная. Сам мультиметр, мы его попытаемся разобрать, конечно, в конце. Ну, и все такое прочее. Давайте приблизимся. Будем все это проверять на плате заряда литиевого элемента. Уже она тут у меня прижилась. Давайте на ней будем все это дело смотреть. Из интересного, что он умеет? Постоянное напряжение до 600 вольт. Переменное напряжение до 600 вольт. Что тут у нас? Два мегаома сопротивления. Прозвонка и проверка диодов. Транзисторы можно посмотреть. Что, ну, я не знаю. Это приятно, когда оно есть. Но сейчас проще заменить транзистор, чем его проверять. Для многих. Вот. И коэффициент... Ну, можно, тем не менее, коэффициент усиления. Можно посмотреть вот это вот положение. Ток до 10 ампер. И переменное напряжение до 600 вольт. Если захотите проверять в розетке, 200 не включайте. Включайте 600. Если у вас в розетке 110 вольт, то тогда 200 включайте. Наверное, в таком вот раскладе. Ну, и щупы. Черный, красный. Когда измеряете ток, то переключайтесь вот сюда. Ну, точнее, не черным, а вот этим ком. Он у нас всегда остается вот сюда. И тогда измеряете ток. Вот. По измерению напряжения показывает довольно точно. Проверял на лабораторном источнике питания. Ставил 5 вольт. Он так показывает. Ну, там, с погрешностями, конечно, но 5 вольт. А дальше там десятые сотые. Это уже не так интересно. Можем взять какую-нибудь батарейку. Например, не новая батарейка. Даже поставить до 2 вольт. Потому что она все равно до 2 вольт. И мы получим значение какое-либо. Просто показываю, как экран работает. Ну, и вообще скорость работы. Скорость работы у неавтоматов, она довольно быстрая. То есть автоматы, какие бы ни были супербыстрые, у них все равно какая-то микрозадержка имеется. Здесь вы выбрали предел. И достаточно быстро все здесь бегает. Опять же, отсчеты до 2000. Отсюда и градации такие. Поставлю на подставку, чтобы было виднее. Давайте килоомы проверим. На этой SMD плате, ну, точнее, на SMD элементе. Ну, собственно, вот он, 1 килоом. Считай, что да. А здесь у нас 100 Ом стоит резистор. 100 Ом. Можем градацию пониже сделать, до 200 Ом. И увидим вот его 100. 100 Ом, пожалуйста. Прозвоночка, прозвоночка. Неплохая прозвонка. Вот, смотрите, я касаюсь. И потом довольно резвая, могу сказать. Но все-таки против более дорогих моделей не такая резвая. Потому что если я ускорюсь, то вот. Вот тут уже пропуски пошли. Но все равно очень даже неплохая. Ну, хотя с чем сравнивать? Я сравню с прозвонками всяких китайских мультиметров 25-летней давности. Там она была помедленнее, мягко сказать. Не всегда хорошая. Да даже 10-летней давности там встречались экземпляры. Сейчас я смотрю, последние годы у китайцев прозвонка достаточно быстрая. То есть раньше это была прерогатива флюк, как эталон, ну и прочие другие еще более лучшие мультиметры профессионального уровня. Сейчас и здесь прозвонка работает очень даже бодро. Вот что могу сказать. Это прям плюс. Это со штатными щупами, опять же. Диоды. Она не просто показывает падение напряжения, но она их еще и зажигает. Я надеюсь, будет видно тут СМД светодиод. А вот видите, он красненьким засветился. И вот его падение напряжения. А вот тут зеленый светодиод есть. Я не знаю, тоже видно его, не видно. Вот сейчас, ну как показать вам. Ну, вы видели красный. Его заметно, что он загорается. В общем, зажигать диоды тоже умеет. Приятно. Безусловно, конечно же, приятно. По напряжению в домашней сети, ну, максимум, где вы будете использовать в домашней. И больше, чем там 230 вольт, навряд ли. Да, то есть, ну, вот тут до 600 написано. Вот я штатными щупами проверяю напряжение. True RMS. Вот тут надо внимательным быть, чтобы именно стояло на переменке. Не на постоянке. Так. А, что я проверяю-то? У меня что-то выключено. Вот. Та-дам! Ну, где тут контакт? 213 вольт показывает. У меня в сети. Вот так вот. 213 вольт. Все. То, что это не автомат, для кого-то будет минус, для кого-то плюс. Знаю людей, которые привыкли именно выбирать значения и больше ничего не делать. Наверное, для них это будет плюс. Для новичка сейчас многие привыкли уже к автоматическим мультиметрам, где не нужно выбирать никакие пределы, где, например, просто выставляешь напряжение, а мультиметр сам определяет, переменная, ну или постоянная. Тут ошибок, в принципе, не прощает, так сказать, мультиметр. Поэтому, прежде чем куда-то щупами ткнуть, проверьте, все ли у вас выставлено, как есть. Холд захолдит, соответственно, значение, которое имеется на экране. Подсветка, соответственно, включит такую белолунную подсветку. Очень, кстати, неплохую. В принципе, все, про мультиметр больше рассказывать нечего. Он пищит при каждом переключении значения, да, то есть, ну и все, и вот OFF выключает все. Бегает селектор, как долго прослужит, ну, как и везде, наверное. Давайте теперь его предлагаю разобрать. За свои деньги стоит он что-то в районе 10, по-моему, долларов, насколько я помню, да, что-то в этом районе он стоит. За свои деньги можно выбрать за, ну, много чего, на самом деле, за эту сумму. Можно посмотреть и выбрать много чего другого, но вдруг у вас только такой есть. Качество изготовления обычное. Серый пластик, шелкография нанесена хорошо, каких-то специальных разводов ничего нету. Ну, пластик самый дешевый. На экране есть вот такая вот наклеечка, когда вы ее уберете, экран будет лучше читаться, но я ее обычно оставляю, потому что стоит ее только убрать, экран весь царапается. Пока она есть, экран не царапается, так уж происходит. Сзади есть вот такая вот ножка откидная, нету никаких тут резиновых уплотнителей, то есть она гуляет как угодно, вы не сможете переключить пределы одной рукой. Вам придется придерживать все-таки. Вот. Устанавливаются батарейки пальчиковые, что огромный плюс, я считаю. Вот. На саморезы. И саморезы втыкаются прямо в пластик, то есть осторожнее. Вот эта вот штучечка, мягкий демпфер, который удерживает батарею внутри, она была криво приклеена, я ее переклеил. Батареи, опять же, идут в комплекте. Вот такие вот, я не знаю, это солевые или не солевые. А что тут написано? Нету кадмия и т.д. и т.п. Ну, короче, я не знаю, может это... Ну, и вроде и не алкалайн я нигде в надписи тоже не вижу. В общем, какие-то простейшие батарейки, комплектные. Пружины весьма странные. Они длинные, в то же время, ну, такие, в общем, аккуратно все это вставляете. Давайте разбирать, потому что здесь имеется вот эта вот резиновая часть, то есть, а это пластик, то есть, вот эта вот резиновая оболочка, она как бы его все-таки закрывает. Вот так вот, видите? Хоп! Вот сам мультиметр. Гол как сокол, как говорится. Так, чтобы туда-сюда не вкручивать, потому что, видите, еще раз напоминаю, здесь пластик. Тысячу раз его, чтобы и вы не разбирали. Давайте... Я впервые разбираю, не знаю абсолютно, что там. Я, скорее всего, предполагаю, что там ничего такого замечательного нет, и что это сугубо мультиметр больше для слаботочки. Ага, смотрите, здесь саморез подлиннее. Для слаботочки, ну, для профессиональной электрики он, скорее всего, не подойдет, если вы постоянно работаете с электрикой. Ну, не то, что, скорее всего, он стопудово не подойдет, я против такого. А для дома, для хобби, ну, особенно вот для хобби со слаботочкой, может быть, это будет хороший вариант. Так, где-то я еще что-то пропустил. Или нет. Или да. Или тут еще и на защелках. Мне вот интересно. Как такой корпус выполнен. Так, смотрите, здесь вот такая ниша, чтобы вот эта резинка туда вдевается. В общем, с литьем они заморочились. А, ну, конечно, что я пропустил. Вот я где пропустил. Пока болтаю, видите, совершенно забыл про саморез еще один. Думаю, почему он не идет. Бывают сильные люди, которые вот так вот забывают какой-нибудь один саморез, и потом все, ломают корпус. Ну, и все. Вот, пожалуйста, тут капля. Больше ничего нет. Все на капле. 2022-й, это, видимо, дата ревизии именно этой платы. Чип накрыт компаундом. Да и все. Слушайте, а что тут смотреть-то? Не, в какой-то плавке предохранитель сам простейший. Не, я... Меня спрашивают иногда, почему-то метатрон говорит, что не нужно. Это вот, кстати, та самая пищалка. Я дальше не буду разбирать, да, чтобы потом эти шарики не вставлять вот в этот селектор и так далее, тому подобное. Так вот, иногда спрашивают, почему ты не рекомендуешь мультиметры некоторые, да, вот, использовать в профессиональном, каким-то, ну, для электриков, там, и т.д. и т.п. Да вы-то можете делать, как бы, это дело-то ваше, я же-то не запрещаю, я бы не стал, да, то есть, если бы я занимался профессиональной электрикой, там, с квартирами большими и т.д. и т.п., да, то есть, все вот это вот. Я бы приобрел профессиональный инструмент, у которого максимальная безопасность и максимальная защита от поражений электрическим током. Здесь она минимальная, вот что я могу сказать. Поэтому вот батареечки проверить, в розетке проверить, есть ли напряжение, это да. А чинить всю проводку в многоквартирном доме, еще что-то, ни в коем случае. Но хочу что сказать, они здесь честно написали на щупах, ну, и на самом мультиметре, что написано, ну, тут там 10 ампер, насчет этого у меня уверенности нет. Здесь написано CAT, а, CAT 2000 вольт. Ладно, это я поторопился. Значит, на самом мультиметре написано, что CAT 3, а, 2 600-то что? А чего у них все через, как-то странно все понаписано? Ну, ладно, короче, понаписали всякого, я думаю, человек со здравой головой не будет мультиметром за 10 долларов лезть под высоким напряжением места. Вот для дома, да, куда-то дальше нет. Я бы даже, знаете, что сказал? Это такой мультиметр, вот, знаете, есть конструкторы такие детские, где детки различные собирают схемы. Вот это вот для них, чтобы они учились понимать, где какие, где килоомы, где мегаомы, где чего, и вращать эти пределы, и что нужно начинать с большого, потом идти на меньшее, если ты не знаешь, что там за детали, сколько, какое, чего. Ну, для таких целей, ну, или для дома батарейки проверить, может быть, аккумуляторы автомобильные там, ну, так вот. Серьезно к этому мультиметру отношения навряд ли у кого-то будет. Во всяком случае, у меня такого не возникает. Но он и стоит, опять же, сколько стоит, так и выглядит. При этом за эти деньги он вообще еще вполне себе неплохо выглядит. Вы скажете, длинное видео, много болтаешь, вот другие тесты показывают, прикладываются щупами к резисторам, у них там все красиво, планки. Я считаю, ну, можно все красиво делать, но если там действительно есть о чем, что-то такое интересное рассказать, либо, может, вам хотят продать их, а я вам ничего продать не хочу. Чувствуете разницу, нет? Мне вот абсолютно по боку. Я говорю, как есть, как вот что думаю, то и говорю. Своё оценочное осуждение по поводу данного аппарата. Я его не засираю, как некоторые думать могут, да, вот засирает, говорит, что плохой. Я хочу сказать лишь одно, он под свои нужды для своих целей, да, то есть не нужно ложкой рыть яму огромную, да, для этого лучше взять лопату, а лучше там экскаватор. Так и здесь, да, то есть используйте под свои цели, будет всё хорошо. По поводу щупов, ну, штатные щупы, вы видели, они вполне неплохо справляются, и потерь какого-то большого сопротивления не замечена. Можно, конечно, ну, там ещё дополнительно замерить, но отрегулировано, значит, всё идеально, ребят. В этом плане вполне да. В общем, по сути, такой классический восьмёрочный мультиметр, как он там, 838, да, Мастычева делал, ну, и все другие тоже, но только вот в новом таком исполнении с подсветкой, с тру-РМС, ну, и всё. Для слаботочки нормально, вот что-то вот в таком вот ковыряться, проверять, этого хватит, экран большой, тут у меня нареканий нет, приятно. Те маленькие экранчики, которые были раньше, это в прошлом, углы обзора тоже великолепные, подсветка хорошая, всё. Просто приобретая, вы должны понимать, ну, под какие нужды вы это приобретаете. Может быть, для кого-то есть смысл доплатить и взять что-то поинтереснее, например. Например, выбор, ребят, только за вами. Конструируйте, увлекайтесь вашими хобби, вот, мультиметр для этого пригодится. Мне кажется, инструмент в доме нужен такой же, как, ну, грубо говоря, отвертка. На этом всё. Спасибо за внимание. Если нравится, как я рассказываю, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь. Если не нравится, то отписывайтесь. Кому интересно пообщаться лично, можете приходить на мои эфиры. Ссылки есть в описании, где они проходят, там в Телеграм-канале появляются уведомления об этом. И там мы можем пообщаться и про мультиметр, и про всё остальное. У микрофона был Олег Гром, он же Метатрон. Спасибо за внимание. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok